На репетиции парада 9 мая, и когда мы заканчивали, там была группа прекрасных русских женщин в белых юбках, вот они маршировали, и кто-то фотографировался, и я подошел к ним и сказал, можно сфотографироваться? А она посмотрела на меня с ненавистью в глазах и сказала, нет, я не хочу фотографироваться с американцем, и это настоящая ненависть. И это значит, что мы, американцы, подвели, и эту девушку тоже. Что мы создали? Мы создали так много ненависти в простом человеке. Когда она на меня смотрела, она не видела персону, она не видела человека, она увидела врага во мне. После того, как я два с половиной года работал в России, я понял, что это изменение всей жизни для меня. Я перестал ненавидеть русских, я перестал бояться русских, и мне они начали все больше и больше нравиться. И сегодня мы узнаем, для чего он приехал в Россию. Скотт, когда мы делали с вами интервью по скайпу, мы договорились встретиться. Как вам Россия? Я первый раз проехался в метро. Я даже в советское время не спускался в метро. Сегодня я был в метро. Ого! Это невероятно. Опять же, это не нью-йоркское метро. Да я боюсь зайти в метро в Нью-Йорк. А здесь я не боюсь ничего. Здесь чисто, здесь безопасно, эффективно. Все не так, как в Нью-Йорке. Когда я сказал моим друзьям, я еду в Россию, мне сказали, да ты с ума сошел. Половина моих друзей сказали, это ловушка КГБ. Ну, они, наверное, не помнят, что КГБ сейчас не существует. Хорошо, это ловушка ФСБ. А я сказал, нет, я не думаю так. А другая половина друзей сказала, слушай, у тебя будут проблемы, когда ты вернешься в США. И я думаю, да. Так и будет, скорее всего. Кто-то должен сделать первый шаг. Мне нравится в России, мне нравится сердечное общение с русскими. Но что я хочу сделать? Я хочу взять этот опыт с собой и распаковать его в Америке, показать американцам, как принимают в России. Я не думаю, что я один справлюсь здесь. Я не такой нарцисс, я понимаю, что есть ограничения. Но любое путешествие становится лучше, когда ты идешь не один. Я думаю, что кто-то еще один ко мне присоединится, а может быть и не один. Но кто-то должен сделать первый шаг. И вот он, я. И показать американцам, что можно общаться. Давайте общаться с русскими. И самое важное, делать это с уважением. Ваша миссия — изменить отношение к России. Американцев. А как они нас видят? Дело в том, что Россию не видят. Не видят вас. И если они видят вас, они видят только фотографии. И фотография будет такая — русское телевидение. И сразу вас отметят. Ты пропагандист. Ты пропагандист Кремля. Ты работаешь лично на Владимира Путина. Ну, вы знаете, да, начиналась специальная военная операция. Сотни тысяч россиян уехали. И для американцев они внезапно стали хорошими русскими. Они любят свободу. Они знают, что такое свобода слова. А все те русские, которые остались, они плохие. Они поддерживают Путина. Ну, вы представляете, как это просто и как это глупо. Американцы не видят вас как человека, а поэтому я здесь. К сожалению, сегодня Америка — это поломанное общество. Мы потеряли свой путь с точки зрения того, кто мы, куда мы идем как нация, как государство. Что такое душа Америки? А мы уже не знаем этого. Хотите правду? Да потому что одна из самых интересных вещей про Россию, для меня, это то, что вы не боитесь традиционных ролей человека. Мужчина — это мужчина. Женщина — это женщина. Они равны, но они разные. В России это освежающая правда. Ты видишь, как мужчина открывает дверь для женщины, и в него за это не плюют. Что женщина может красиво одеваться, и никто не будет думать, что она слабая. А в Америке уже так нельзя. Если ты встаешь в Америке и говоришь, я мужчина, тебе сразу говорят, нет, нет, ты не должен быть мужчиной. Что-то другое лучше выбери. Вот муж, вот жена — обычная ячейка общества. Это враг демократической партии. То есть демократы сейчас берут политику и направляют ее острием для того, чтобы зарезать семью, для того, чтобы просто, даже не понимая это, уничтожить Америку. Трамп сказал, что Байден уничтожил американскую мечту. Что с американской мечтой? А что такое американская мечта? Я думаю, вот сказка, говорят в России. Но сказка — это же фантазия, выдумка, это нереальность. Сказка — ложь. Так что это фантазия, это сказка. Американская мечта — это сказка, которая очень быстро может скатиться в кошмар. Я опять же хочу сказать, что в США мечта — это фантазия. Реальность у нас ужасная. Нам нужно исправить самих себя, отремонтировать все, прежде чем грозить пальчиком России. А кто мы такие в США, чтобы сказать, у вас нет свободы слова? Слушайте, я думаю, что есть у вас свобода слова. Я понимаю, что есть определенные ограничения в России. Сейчас тяжелое время, специальная военная операция. Но это не наше дело. Кто мы, как американцы, чтобы говорить вам, что делать внутри России? То, что вам предоставили, требует больше ресурсов, чем у нас есть. Поэтому мы завидуем России, потому что в России много ресурсов. Когда мы с вами делали интервью, вы рассказывали о том, как вы изучали Россию для того, чтобы победить. Как можно, теоретически, победить Америку? Это может случиться. Я не Дон Кихот. Чтобы. И я не дурак, но... Была демонстрация. В Центральном парке миллион американцев собрались вместе. Они не протестовали против чего-то. Они протестовали за что-то. За ядерное разоружение. За контроль вооружений. За мир с СССР. И я вернусь в Америку. И вот у меня есть один год. И моя цель в июне 2024 года собраться миллионами людей на разных улицах США и сказать, что мы за мир с Россией. Мы за контроль вооружений. И мы хотим, чтобы в 2024 году на выборах это был наш приоритет. И мы не будем голосовать ни за кого, если наш кандидат не скажет «Да, разоружение!» «Да, надежда на будущее!» Это то, что мы сделаем в Америке. Вот такой рок-н-ролл я и устрою. Я поеду домой в США. И я заставлю миллионы людей в Америке выйти, встать. И я уверен, что это сработает. Дни Американской гегемонии подошли к концу. У нас уже был свой момент в истории. Мы его прожили. Мы подвели себя. Мы подвели весь мир. Мы сказали себе, что мы боги. Мы думали, что мы избранные. Это то, что я буду говорить дальше. Я скажу следующее. Мы не можем слушать правительство США. Правительство США уже утеряно. Американцы все-таки поступят правильно и хорошо. И здесь просьба моя к вам. Когда наступит это время, когда мы примем решение сделать правильную вещь, не отворачивайтесь от меня, так как отвернулась та девушка на Красной площади. Простите нас. Хорошо? Когда я прекратил свою работу как инспектор вооружений, мне в ЦРУ сказали, что если я начну распространяться об этом, ФБР любую тактику использует для того, чтобы уничтожить и меня, и мою семью. Если в Америке ты говоришь правду, тебя будут уничтожать. Это то, что нам преподают в Америке. Это самая большая сложность. Мой американский издатель боялся до смерти этой книги. Он сказал, «Ты не понимаешь, что будут с людьми делать, которые издают такое?» Я сказал, «Да, конечно, я знаю, я три года за это отсидел». Но нам нужно опубликовать эту книгу. Для меня это важно. И, кстати, мой издатель, она опубликовала эту книгу, но все равно до сих пор боится. Потому что американцы боятся, они живут в страхе. Они знают, если мы сейчас скажем, мы поддерживаем Трампа, то за такими поддерживающими придут. Вы сказали, осенью война может закончиться. Я верю в правительство России. Честно. Я верю, что президент России экстраординарный человек, он компетентен. Я уверен, что армия России и профессионалам. Сейчас я с оптимизмом смотрю на то, что победа реально в конце лета, в начале осени, потому что у России военное доминирование. Россия имеет бесконечное количество снарядов. Россия должна победить. Украина должна проиграть к концу лета. Это чисто математическая неизбежность. Украина не может продолжать бой. Мы даем боеприпасы Украине, но эти боеприпасы во многом еще не произведены. Мы обещали деньги. Но производство требует времени. Поэтому лето, осень это такая важная веха. Потому что Россия должна использовать это окно возможностей, когда не будет артиллерии, когда не будет ПВО, когда не будет устойчивости в поставках. Россия должна использовать это окно. Но если Россия не использует это окно, тогда война затянется. Тогда это перейдет в следующий год, а потом в следующий год цепочки поставок на Украину будут восстановлены. Сейчас есть окно возможностей для России. Это чисто математический расчет. Просто по математике. Россия должна получить возможность выиграть и закончить эту войну к концу лета, начало осени этого года. А кто-нибудь в Америке вас слышит? Конечно слышит. У меня все больше и больше поддержки в США. В Америке сейчас идет пробуждение. Это настоящее пробуждение. Появляются группы людей, которые начинают слушать и слышать это. И они все больше и больше пробуждаются. Когда девушка отказалась с вами фотографироваться, я поняла, что это вас задело. Я не хочу сказать, что она что-то плохо сделала. Я не сижусь на нее. Мне очень жаль, что моя страна сделала то, что заставила ее почувствовать эту ненависть. Она на меня посмотрела с отвращением. Но ничего. Это значит, что я должен еще лучше работать. Я очень хочу, чтобы у вас все получилось. Все, как вы задумали. Я хочу.